У меня не нашли конкретно люди, которые рассказывали что-то, по информации, которая доселе, как они сказали, и пляли из мирской жизни, кому эта информация дается. Если будет этичка, то известно на кого. Это была угроза. Нет, это я к тому, что сейчас эта информация достаточно не дается, но просто она не всегда... То есть СМИ ее так не очень воспринимают и не очень понимают, но я эту информацию достаточно не только владею, поэтому я вот такой практический кузов не только, если вам это будет интересно, я могу сказать, что много, мало кто расскажет, но кое-что понимает, но разные вопросы. И читая вот Ваши работы, я как раз вижу, что Вы эти вопросы не понимаете или не молчуете, и в этом ничего удивительного нет, потому что, еще раз говорю, что если бы Вы мне так приватно эту информацию не дали, до нее своим умом не дойдешь. И даже если будете читать с утра до ночи, все подряд, то тоже все равно не наеду. У нас-то в этом плане подходят исходя из законных историй. То есть мы опираемся на стандартную ситуацию конкуренции наций, которая... Вся жизнь человечества это беспрерывная конкуренция наций. Что другого в этой жизни с точки отношения между государствами нет. И конкуренция между нациями и государствами в 50% в случаях потери вероятности приводит к победе, если это, допустим, военная форма конкурентов на борьбе, в 50% соответственно к поражению. И Россия не исключение, огромное количество раз она побеждала, но это не значит, что она застрахована от поражения. Ну вот я как раз по этой мысли уже хотел высказать иную точку зрения. Я хочу со своей стороны сказать, что порядка 3000 лет назад, это было во времена фараона Рихметона, 1375-1325 год до нашей эры, была сформирована глобальная концепция управления земным шахтом. Вы понимаете, что есть, значит, кто-то думает о своей семье, кто-то, как говорите, о стране, когда страны воюют, но всегда на протяжении последних 5000 лет на земном шаре были силы, которые интересовались положением дела на земном шаре в целом. И если вы наблюдаете столкновение двух каких-то стран или двух каких-то сил, то не бывало еще в истории случая, чтобы за этим столкновением не стоял кто-то третий, кто понимает происходящее гораздо глубже, и кто на этом столкновении делает свой гешат. Поэтому, к сожалению, выигрывали, проигрывали. Войну невозможно выиграть так же, как невозможно выиграть землетрясение. То есть, если вы воеваете, значит, вы уже проиграли. Потому что в системе глобального управления есть шесть управленческих приоритетов. И последний, ничего не значащий, это шестой. То есть, если та или иная страна применяет военное оружие, то можно с уверенностью сказать, что у нее за головой, что это не то, и она не понимает, как устроено глобальное управление на земном шаре. И поэтому первая проблема, которую я в вашей книге, в частности, обнаружил, что вы Соединенные Штаты воспринимаете как субъект управления. Хотя Соединенные Штаты никогда не были субъектом управления, они являются манипулированной страной, объектом управления. Важно лишь понять те силы, которые используют Соединенные Штаты. Но сами Соединенные Штаты субъектом управления не являются. И свидетельством это является хотя бы тот факт, что они работают на уровне шестого приоритета. Это я вот даже не знаю, что там может быть логом. Глобальное управление на земном шаре выстроено так, что есть шесть правительств. Самый больший, мировоззреческий, послабее. История и хронология. Кто пишет, что будущее является тем, какой прошлый форматик. Идеология, СМИ, мировые деньги, генное оружие, подобное наркотики. И, наконец, военное оружие. Самый слабый приоритет, это шестой. На нем никогда ничего не решалось. В 45-м году мы одержали войну, а через 20 лет пошли на поклоны. Побежденные, попросили кредиты и так далее. Поэтому тот, кто вышел на этот приоритет, был уверен, что это страна. Это просто форма борьбы. То есть ясное дело, что если борются два бойца, у одного там лучше удар правый, а у другой лучше удар левой ногой. И они, обмениваясь этими ударами, влияют друг на друга. Это форма конкурентной борьбы. Вот смотрите, вы даже, когда говорили сейчас, вы говорите о чем? Были силы, которые хотели подчинить себе землю. Нет, они не хотели подчинить. Они просто интересовались проблемами управления землей. Все же, а это есть подчинение. Управление это подчинение. Если я управляю вами, значит вы мною подчинили. Не всегда это есть подчинение. Это идет на самоуправление часто. То есть человеку можно внушить так, что он будет... Если он даже этого не понимает, это еще кто-то говорит о качестве управленческого процесса. Но суть от этого не меняется. То есть были силы, вы правильно сказали, были силы, которые хотели взять глобальную управление землей. Но только эти силы были национальные. То есть была какая-то группа, банка, секунду, по отношению к другой группе. По какому принципу эта группа комплектовалась? По национальному принципу. Почему? Да очень просто. Чувство собственной значимости, мотивация. Откуда возникло желание у одного стада, не знаю, коров, конкурировать с другим стадом коров? Или у одной группы людей с другой группой людей? А из мотивации. То есть они сформировали сообщество, принцип организации сообщества. Мы говорим принцип организации сообщества, проследуемого всей истории, это конкуренция у нас. То есть национальный принцип. Принцип единого государства, единой нации, единого народа. И этот один народ конкурировал с другим народом, другой нацией, другим государством. И методы этой конкурентной борьбы, попытка влиять на всю землю, я с этим не спорю. Потому что все империи пытались захватить всю землю. Это их принцип работы. Вот англосаксы всю жизнь хотели, вот захватили Индию, половину мира, хотели еще больше захватить. Германия захватила кучу колоний, хотели еще больше захватить. Это и есть мотивация, желание для цели, суть чувства собственной значимости. А дальше вот для этих вещей, я с ними согласен, которые как бы из этого вытекают. Если ты собственно значим, значит ты должен быть материально обеспечен, значит ты должен доминировать в истории, в идеологии, в деньгах. Уже детали пошли. Технологии используешь, генное оружие, военное и все остальное. Это же форма конкурентной борьбы. Одеть перчатку к бойцам или не одеть? Главное, что он вышел на ритм. К сожалению, чаще всего мы наблюдаем, вот то, что мы говорим о борьбе, мы наблюдаем борьбу на майских мальчиках. То есть вы знаете, такой есть фокус, когда один человек одевает костюм. Да, я понимаю. И вот примерно так все это происходит. То есть в действительности никаких ситуаций, когда та или иная нация решала свои вопросы, не было. Вот если вы посмотрите на ту же Германию, Германия просто была марионеткой в руках у глобального предиктора, так мы условно называем эту силу. И глобальный предиктор, тот, кто реализует глобальное управление человечеством, он никакого отношения ни к одной государственной, ни к одной стране не имеет. Ему все равно, паразитировать ли сегодня на Соединенных Штатах, или потом на Китае, или еще на каком-то. В том-то и смысл, что глобальный предиктор, реализующий глобальное управление на земном шаре, он наднационален. И эта система надгосударственного управления. Она использует структуры тех или иных государств для решения неких глобальных проблем. Но любое государство, которое встраивается в эту игру, оно в его понимании решает некие свои задачи. Но каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания работает на того, кто понимает больше. Поэтому в действительности управляет не тот, кто воюет, а тот, кто больше понимает. И тот, кто больше понимает, он гарнизует эти сценарии. То есть, воевала Германия, воевала с Россией, а выиграли Соединенные Штаты. Соединенные Штаты в 1944 году, в соответствии с Брэйтоном и Узброшением, получили право. Единственная страна на земном шаре, которая начала отпечатать. Соединенные Штаты были организованы в процессе. Да, но Соединенные Штаты использовались для решения этих целей, потому что глобальный предиктор решил использовать тогда Соединенные Штаты для решения неких своих глобальных проблем. Для него нету точки опоры. Для такой точки опоры, да. Если у вас есть группа людей, которые имеют какую-то мотивацию, то эта группа должна быть привязана к точке опоры. Вот государство — это точка опоры. Вот то, что вы называете глобальным предиктором, внешним управлением, допустим, для Америки, мы говорим, это и есть Америка. Потому что Америка — это не Вашингтон. Америка — это тот, кто управляет Америкой. Хозяин? Нет, но тот, кто управляет Америкой, он к Америке отношения не имеет. Понимаете, если бы Америка имела какое-то управление, отношение к управлению, то, наверное, она своими руками несла бы себе башню торгового центра. Ну как, почему нет? Почему нет? Так это же... Да ладно. Сплошь и рядом мы видим в истории метод провокации. Ну да, но... Вот сейчас американцы сбили Боинг. В этом Боинге было, по-моему, даже три английских гражданина. Метод провокации, метод защиты, да? Хамелеонский хвост на трубе. Мой только еще раз говорю, что, к сожалению, вот Соединенные Штаты в этом сценарии — это вот самая манипулируемая страна. То есть, вот смотрите, есть действительно Вашингтонский обком, которому кое-что доверено. Есть лондонские ЦК, которые, как бы, так сказать, крышуют Америку от начала до конца, и сейчас, и раньше. Но есть еще политбюро, находящееся на сегодня в Швейцарии. Вот когда вы говорите «привязка к государственности», то это не так. И я с некоторыми, ну, представляю, как эти люди работают. Значит, эти люди, так называемый глобальный предиктор, изначально они находились, как вы знаете, в Египте. В Древнем Египте было 11 жрецов север, 11 жрецов юга. Потом они ушли в подполье. Фараоны-то остались, ну, нынешние, П-резиденты. А вот те, кто президентом назначал и кто управлял ими, их вроде как бы и нет. Но в действительности эта команда, она спокойно переместилась из Древнего Египта вначале, значит, в сторону Испании, значит, потом в сторону Голландии и Швейцарии. Сейчас как штаб-хвартира Швейцария, поэтому Швейцария никогда не воюет. И вот сценарий, если они пишутся вовсе не в Соединенных Штатах, и иначе бы Соединенные Штаты просто не применяли разрезы. Вот это не важно. Если руководство или управляющие процессы Соединенных Штатов находятся в Швейцарии, а Швейцария в этом плане абсолютно сателлитная часть, это просто вот все равно, что Путин поехал в Сочи и оттуда ведет, подписывает указы. Это не меняет суть вопроса. То есть американцы установили однополярный мир. Естественно, они могут совещания проводить, где хотят. С помощью американцев. Так бы я согласился. Но то, что американцы... Вы сейчас войдете вообще в божественную сущность. Речь идет о конкретных людях. Вы же о людях говорите, когда говорите о предикторе. Вы же о группе людей говорите. Вы же не говорите о божественной сущности. О группе людей, но не связанных ни с одной государственностью. А с чем они связаны? Где они живут? Где их семья? У них нет структуры. Это так называемый структурный способ управления. Как работают эти структуры? Мотивация. У них есть мотивация. У них есть мотивация. Они работают, смотрите как. Они работают точно так же, как работает садовник. То есть они сами никаких процессов не запускают. Они ничем не управляют. Они не могут запустить какой-то процесс сами. Они наблюдают за происходящим. И как садовник один побег поливают немножко и дают ему возможность развиваться. А второй аккуратненько так подрезают. Но у них нет ни структуры. Это метод управления. У них есть структура, чем название государства. У них есть американская армия, американский госдепартамент, немецкая армия, английская армия. У них есть шахматные партии. Но они принадлежат сами по себе, как группы людей. Они же материальная группа людей. С семьями, с интересами, с мотивацией, с культурой. Значит, они принадлежат. Они и есть американская система управления. А то, что они проводят совещание в Швейцарии, я с этим не спорю. Нет вопросов. Та же самая Германия в Украине. Но мы же не спорим, что в Германии была сложная система управления. И нам, в принципе, без разницы. Гитлер был марионеткой от американцев, которые организовали этот процесс. И от англичан, которые умели заниматься марионеточной деятельностью. Это их стиль дипломатической работы. Нам это не важно. Для нашего советского человека в 1941 году важно было, чтобы были тысячи немецких танков и вермахт. Как институт, который, собственно, и осуществлял акт агрессии по отношению к Советскому Союзу. И убивал его, этого нашего советского человека. То есть в данном случае это была конкуренция Советского Союза с Германией. А то, что Германия сложная в управлении государством. А что Советский Союз простой. С Лениным, с Киевом. Самое главное, что я хочу до вас донести. Если мы на этом уровне будем работать. И вот говорить, что была Германия, нам нужно было ее победить. То мы в следующий раз вляпаемся в очередной раз в такой же сценарий. Вот самое главное не в том, что вынести из этого урок не в том смысле, как победить силы военного оружия. А как все-таки выстроить политику так, чтобы не оказаться в такой ситуации. Получается, но это просто другие формы конкурентной борьбы. Дипломатия, переговоры, попытка залезть сверху на управляющую конструкцию. Интриги в конце концерта. Вот посмотрите, как устроено там любое общество, да и наше, например. Сплошные интриги. Один хочет залезть над другим, тот еще повыше на начальство. Это вот как кипящий котел. Конечно, там интеллект главный вопрос. Оружие это в конце. Оружие это уже проиграли, я согласен. Но это все равно форма конкуренции. Когда вы говорите о русском коде, в частности в своей книге, то я вот вам хочу еще сказать, что главные коды русской цивилизации, их три. Это справедливость, это то, что генетически присуще русскому коду, справедливость. Дальше русский язык, то есть вот если человек говорит по-русски, то он принадлежит к этой цивилизации. И вот, наконец, как ни странно, что нам покажется кемортическое наследие Пушкина. В нашем понимании Пушкин был не просто поэтом. У меня в книжке есть глава, которая называется «Пушкин как пророк русской цивилизации». Поэтому у Пушкина многие вещи закодированы, и в том числе сказано все о том самом глобальном предикторе, о котором я вам говорил. Он, в частности, о глобальном предикторе, говорит так о том моменте, который сейчас наступил. Мы называем это «период звезды», когда произошла смена логики. То есть скорость обновления технологий, произошла скорость обновления поколений. Впервые за всю историю существования человечества. Вот самый главный знак эпохи сегодняшней. Технологии обновлялись каменные тысячелетия, проводили телестолетия. Потом, примерно в 50-е годы прошлого века, технологии стали обновляться через 25 лет примерно, так же, как поколения. А сейчас японцы говорят, что нужно каждые 5-10 лет менять технологии для того, чтобы не отстать. И вот впервые в истории существования человечества, это называется периодом звезды, когда скорость обновления технологий сравнялась со скоростью обновления поколений. У вас техническое образование, наверное, это очень понятно будет. Это называется период звезды. Так вот, Пушкин пишет об этом периоде так. Он звезды, как говорят, о глобальном предикторе. Он звезды сводит с небосклона. Он свистнет, задражит Луна. Но против времени закона его наука не сильна. Закон времени, это как раз закон, по которому выравниваются эти частоты. И после этого вот этот толпоэлитаризм, который применялся в системах управления, он рассыпается. То есть сегодня невозможно управлять по принципу толпа элита. Вот, скажем, Греф, он постоянно говорит, что нельзя давать информацию народу. Это я, кстати, и в основном в приложении книжки видел, очень интересный материал видел. Вот, поэтому вот сейчас, конечно, вот нужно как-то осмыслить, что мы в принципиальную фазу развития человечества вступили. И требуется понимание вот этих глобальных таких процессов. Я вот вам как бы вот все-таки по принципам этого управления вот такую еще картиночку вам хочу показать. Вот в чем проблема? И это, кстати, как депутат, у вас будет очень полезно. Ну, нас учат, что у нас есть законодательная, исполнительная, судебная область. Вот они, якобы, это американская демократия. Но закон это что? Из химических реакций берутся? Они же вытекают из чего-то, правильно? Так вот, над законами стоят что? Вот если смотреть всю цепочку, наверху нравственные мировоззрительные устои общества, или вот как в вашей лексике коды русской цивилизации, да? Из этих кодов вытекает концепция. Концепция это цели развития общества, пути и способы их достижения. Но концепция она может быть как написана в текстовой форме. Ну, скажем, Библия это одна из концепций, Коран это другая концепция. А концепция русской цивилизации, она не была в письменном виде представлена. Она была представлена в виде пословицы-поговорок. Говорят, Запад живет по законам, а Русь по пословицам и поговоркам. Так вот, из концепции вытекает культура. То есть культура, она соответствует концепции. А разделы культуры, это правовая культура, законы, наука, образование, образовательные стандарты. Это все следствие уже культуры. А вот я с этой частью не спорю. Я даже совсем не спорю. И вот это как раз. Только мы говорим, что вот это. А вот эти законодательные, спорта судебная, они находятся в культурологической матрице. И они не могут выскочить из этого коридора. Подождите. Тогда бы у нас не было иностранных названий. Вот здесь. Если это правильно, сегодня вертикаль работает, то есть вертикаль правильная, просто ее нет. Вот на этом этапе она разорвана. Если бы она была, то это бы называлось здесь не президент, а начальник. Ну, это все русские слова. Да, русские слова. Не мэр, не мэр, а кто-то по-другому. То есть это, почему? Потому что произошло ровно то, с чего мы начали. Эта система, законодательная, исполнительная, судебная и прочее, не суда, а отсюда. Она подчиняется за шуток. Здесь я с вами абсолютно согласен. То есть проблема в том, что мы сейчас работаем в режиме концептуально неопределенного управления. У нас есть свои коды, о которых вы говорите, но они сейчас подавлены, и нам навязано что-то другое. Не согласен, объясню, почему. Мы же находимся в четкой системе управления. Но это направление идет не отсюда, а вот отсюда. И в центре этого уровня, конкретно, вот чиновники американского государства, не сюда, вот сюда, американские культуры. Даже не через культуру, а частично через СМИ, а напрямую они управляют. То есть что это значит? Это значит, что все законы, законы, которые лежат на столе у депутатов, все написаны в США, кроме мелочи, которые их не волнуют. То есть все системообразующие. То есть идет процесс прямого управления. Вот я вернусь к вашему предыдущему. Вы назвали очень интересное название. Вашингтонский обком, лондонский ЦК и швейцарское... Политбюро. Политбюро, да. Мы... Насчет швейцарского политбюро, который все равно лондонский, который все равно американский, вашингтонский, мы не спорим, потому что это просто вы, знаете, сессия. Элиты, они всемирные. То есть американцы создали однополярный мир. Это значит, что они создали систему, при которой вы... начальстве, оно американское начальство. Почему американское? Потому что они разделили мир на сверхнацию американцев, цивилизованные народы, вассалы и союзники, но это вассалы на самом деле. Лонна даже не союзника, а вассал. И недоразвитые народы, то, что разве еще называли студенцы. Так вот, американцы, все, которые в Швейцарии относятся к первому типу, то есть это американская элита, просто она заседает в Швейцарии. Лондонский ЦК, когда-то был, лет, может, 200 назад, 150. Сегодня... Первая мировая война, единственная валюта была английская. Я понимаю, сегодня не лондонский ЦК. Пропорции взаимоотношений изменились. Это уже советники с гигантским опытом, уважаемые в Вашингтоне. То есть, в Вашингтоне реальные управленцы, они этот опыт уважают, они его используют. Ну, я в курсе вот этой вашей позиции, я еще раз скажу, что я с ними не соглашусь. Почему? Потому что, в целом, развитие событий идет так, что Соединенные Штаты, ну, в моем понимании, им осталось существовать, ну, лет 10, 15, 20. Вот так можно считать. То есть, все, что сейчас делается, это механизмы уничтожения Соединенных Штатов как государственности. Не будет такой государственности. Они, может быть, этого не понимают. Но, понимаете, была витрина социалистических ценностей в виде Советского Союза. Потому что управление всегда идет правое и левое. Значит, и всегда нужно, чтобы кто-то, когда витрина социалистических ценностей рухнула, то, значит, Соединенные Штаты, как витрина буржуазных ценностей, отпала необходимость. И сейчас идет процесс уничтожения, значит, государственности Соединенных Штатов. Я тут как-то выступал перед ребятами в кинотеатре «Колизей», я, и когда вот мне был задан этот вопрос по Соединенным Штатам, я говорю, что Соединенные Штаты нужно просто пожалеть. Они обречены, и это совершенно очевидно. Вы представляете, они настолько заврались, что дальше уже существовать так невозможно. Ведь вот если бы сейчас выплеснуть всю правду о том, что стоит за Соединенными Штатами, о том, что полет на Луну – это инсценировка, как бы, так сказать, киношная, не более того, о том, как они взорвали свои башни, о том, как они расстреляли нашу лодку «Курск», о том, как был организован вот этот сценарий с «Боингом». Кстати, там насчет того, что это был тот самый самолет, о котором говорят, это не факт. И в моем понимании там несколько иначе. Это, опять же, была голливудская раскраска. Поэтому на такой лжи дальше уже невозможно существовать. И Соединенные Штаты обречены. Мне жалко, как бы, американские народы, мы готовы им как-то что-то подсказать. Я понимаю, что, наверное, были кто-то... Это не Америка. Америка, наоборот, отыграли, бросили. То есть, возможно, наверное, был кто-то, кто в Советском Союзе в 1944 году жил немецкий народ. Уже было понятно, что Германия обречена в 1944 году. И, наверное, были где-то люди, которые жалели немцев. Потому что понимали, умные же люди здесь, понимали, что будет возмездие. И то, что вы сейчас говорите, я согласен, что Америка обречена. Я не спорю с этим. Но это и есть закон конкуренции наций. Ни одной нации, которая победила бы навсегда. Это тоже вытекает из этого закона. Всегда складывается система именно из-за мотивации чувства собственной значимости. Когда вассал, покоренный, побежденный, не хочет быть покоренным побежденным. Поэтому, когда вы говорите, Америка рухнет, согласен. А кто ее уничтожит? Я отвечаю. Мировое национально-своительное движение. Именно то движение, которым Путин ежедневно занимается. Состыковая и собирая его, летая по всему миру. И тоже он ничего нового не делает. Потому что национально-своительное движение побеждало империи всегда. Там всегда была тяжелая борьба с потерями. Но всегда была победа за НОДА. Это технология. Потому что НОДА это технология. И еще. Я согласен, что американцы врут с утра до вечера. Я же это не спорю. Точно, вы правильно говорите. Но Гитлер, кстати, врал. То, что тоже не случайно. С утра до вечера. Но на самом деле они же и ООН обосновали, почему они врут. Это к вопросу о Пушкине. Сейчас вернемся. Они врут, потому что они не считают, что они врут. Потому что они не считают, что если корову, козел, провокатор, знаете, уводят на бойню, то это значит, они наврали корове. Нет, они считают, что так устроен мир. Они сверхнация. Гитлер говорил, сверхлюди. У них есть союзники цивилизованного народа, которые, в принципе, такие же туземцы, но с ними надо считаться по каким-то причинам. И есть туземцы, которые они вообще за людей не считают. Вот Яценюк очень правильно сказал. Мы считаем, что на территории России и Украины живут недочеловеки. То есть не люди. А как можно обмануть не людя? Нельзя. Это как корову обмануть. Они не считают, что они врут. Они так живут. Это не враги, это дыхание. Дыхание колониальной империи. Да, на Украине тоже многое происходит. Любопытно он этот встречался как-то с ребятами из Харькова. Ну, они вот оценивают объективно все. Говорят, да, вообще любопытные вещи происходят. На Украине сейчас очень модно представление о том, что русские как национальность. Нет такой национальности, что это некая комесь финауга насчета с татарами. А истинное цивилизационное прошлое – это древние укры. Даже вот такие нашлись сегодня. Ну, то есть, да, действительно, иногда доходят уже до маразма. Но, вы знаете, то, что происходит на Украине, ничего удивительного нет. Потому что я этим вспомнил историю. Подобные вещи очень точно описывал в свое время Тютчев. Вот, у него есть. И это борьба, в общем-то, с русским духом. Потому что есть два варианта – объединить земной шаг. Вот глобальный предиктор, работающий сегодня, считает, что земной шаг можно объединить через систему толпы элитаризма. То есть, четко рассадить всех по «каждый сверчок должен знать свой шесток». И все будут довольны. Через два поколения эти рабы, они будут себя нормально ощущать, потому что они как бы для этого созданы. И вот русский дух, он всегда этому противоречил. Вот у Тютчева такие строчки есть. Посмотрите, как сегодня утром написано. И с переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Кровь хлынет и на нас, друзья и братья наши. Весь русский мир сомкнись, прочней. А дальше вот от тех двух способов глобализации. Единство возвестил оракул наших дней. Быть может, спаяно железом лишь и кровью. А мы попробуем его спаять любовью. А там увидим, что почнее. Поэтому вот, к великому сожалению, настрой на даже терминология, такое национальное движение. Меня немножко что еще смутило в вашей книжке? Это ее окончание. Я не очень пойму здесь вот эту ситуацию. Может быть, вы как-то не знакомы с этой тематикой. Но вот вы там пишите, что для того, чтобы поддержать нашего президента, необходимо уличная компонента. Нужно вывести на улицы сотни тысяч наших сторонников. Вот, значит, я просто психологией массовидных явлений давно занимаюсь. И уверяю вас, что если вы вывели более 40 человек, и неважно, профессоров или водовозов, то там включаются уже механизмы психологии толпы. Вы не можете управлять этой системой. Она живет абсолютно своим стихийным законам. Если мы хотим уничтожить Россию, то нам действительно нужно вывести народ на улицы. Тогда Россия погибнет. Сто процентов. Вот последний раз народ выводился на улицы в 41-45 годах массово в виде советской армии. Это технология национального решения. Ну, если вы имеете в виду, что вы имеете в виду с ружьями всех, что вы имеете в виду? С ружьями это когда военные компоненты решения. Мы как раз против этого. Так вы ввести. С какой целью? С целью? Очень просто. Референдум. Мы сегодняшнюю конструкцию мира и российского управления получили утвержденное на специальном институте под названием референдум. Он проходил всего в России новейшей истории один раз. В 93-й год. И референдум утвердил 60 миллионами человек сегодняшний статус внешнего управления страной. Поменять статус могут только эти 60 миллионов или избиратели. Не может поменять, нет права у другого института, депутата, президента, кого угодно, отменить решение 60 миллионов. То есть нам придется вернуться в этот статус. Но чтобы провести референдум, его надо подготовить. Вот выход на улицу в поддержку Путина, это подготовка референдума. То есть института решения. Каждый человек в России, галочка, должен принять это решение. А вы думаете, на Майдан выходили люди, те, кто реально выходил, простые рядовые граждане, они, вы думаете, не правы были? Они видели ту вопиющую коррупцию, воровство, которое характерно было для режима. И им сказали, ребята, вот мы сейчас наведем порядок, только нам надо выйти на улицу, там вот Майдан организовать. То есть этих людей всегда используют. Если вы попытаетесь вывести этих людей с одной целью, то вы видите, какие есть технологии, отработанные веками, как манипулировать толпой. И во что это превратится? Это превратится, ну уж, по крайней мере, в нечто ничуть не лучшее, чем Майдан. Я вас уверяю, как только мы организуем народ на благое дело. Подождите. Во-первых, мы видим, что эти технологии работают. Например, Крым. Это раз. Второе. Вот за всю историю русской армии, я знаю только один случай сдачи подразделения. Это в Польше сдался один батальон, или полк. Полк сдался за всю историю русской армии. Это было во времена польского восстания. То есть это что, о чем я хочу сказать? Что военные компоненты, массовые армии, это то же самое. Это выход такой же людей на улицу. Это технология. Не может человек, который мобилизован в русскую армию, оказаться в фашистской армии. Или во враждебной армии. Он мобилизован под определенные задачи. Мы же не выводим толпу просто, знаете, кнутами выгоняем просто стадо, куда пошли, туда и пошли. Мы выводим сознательных людей, которые знают, чего хотят. Как можно ими манипулировать? Они вышли за решением проблем. Они вышли, чтобы конкретно достигнуть галочки на референтуме. Ну а вот вы думаете, на Украине люди выходили, они не с такими же, наверное, не с такой же доброй целью. Основная масса. На Украине люди выходили. Вы понимаете, если мы смотрим... Началось-то все с того, что действительно было ужасающее. Если мы посмотрим на конкуренцию нации, то там две истории. Вот сразу для нас становится понятно. Нету правых и белых. Нету коммунистов-либералов. Есть национальный курс и есть внешний компонент. Пятая колонна внешнего управления. В Киеве выходила пятая колонна. Выходила открыто под организацией иностранного управления. То есть к людям приезжали иностранные начальники. Нурн, еще раздавали печень. Они открыто говорили, вы наши. Но это уже на втором этапе. Нет. Человек, который... На следующий день. Толпа выходит сразу. С одной целью, а через день она... Яроша 15 лет. Я просто знаю факты. 15 лет гарантировали США Яроша. И об этом было известно. Не было такого, чтобы это было сказано. А то, что у нас огромное количество людей финансируется чуть-чуть не меньше, чем на рынке, вы не знаете лучше. Естественно. Но люди-то это тоже знают. И эти люди, которые финансируются, тоже. То есть это был сознательный век. На Майдане не случайно люди вышли. Это их был сознательный выбор предать свою родину. Они сознательно стояли рядом с Нурн и ее печенью. Это одна из частей. Это ключевая часть. Другие люди убежали. Потому что как только человек начинает понимать, что он работает в логику иностранного интернету, он для себя принимает решение. Кто-то остался, кто-то ушел. То есть у нас нет проблемы с точки зрения здравого смысла людей. Если человек выходит за свою родину, за свое отечество, зная, для чего он выходит, референдум, подготовка, поэтапный план, его переманить на сторону врага невозможно. Не было такого, чтобы на Мандане вышли люди за свою родину ни разу. Против коррупции выходили. Согласен. Против Януковича выходили. Но никто там не выходил за свою родину ни разу. То есть таких людей там в принципе не было. Были люди, которые были мобилизованы под разными лозунгами, но при этом они понимали, что они интегрируются в систему, они выходили как анти-Россия, все до одного. Они все до одного выходили как проамериканская, проевропейская. Мало того, сама логика евроинтеграции это проевропейская. То есть они сознательно выходили как пятая колонна европейских государств. Это их была позиция. Их никто не обманывал. На мой взгляд, главная эта проблема не в том, кто выходит, куда выходит, а кто и что понимает. Вот у вас возраст еще такой, который позволяет вам долго и успешно работать на политическом поприще. И мне казалось бы, что вот некоторая информация, я не знаю, правда, с чем вы сталкивались, сейчас такой мое информации, что в нем можно утонуть. Избыточная информация так же опасен, как и недостаток. Вот некоторые просто моменты мне, чтобы понимать, что здесь полезно сказать, о чем нет. Вы знакомы, допустим, как-то, хотя бы что слышали, достаточно общая теория управления. Что-то такое вот. Да, да, конечно. Концепция общественной безопасности. Слышал. Слышал, да. Вот, так вот, собственно, о чем идет речь сегодня? Сегодня речь идет о том, что есть глобальный предиктор, который управляет системой на сегодня, работающей на земном шаре, управленческой. И при этом, вот как вы говорите, там, левые, правые, кто за что. Управление всегда идет. Всегда должны быть кто-то слева и кто-то справа. Они управляют, ну, то есть это целенаправленно создаются, левые и правые, из одного центра. Потому что если вы их не создадите, то они всплывут сами. Поэтому, допустим, как формируется система управления? Вычисляется векторат, под него подбираются, как бы, так сказать, соответствующие пастухи, но они все содержатся из одного центра. Так всегда устроена система управления. Так вот, самое главное, что мне хотелось бы до вас донести, вот я здесь такую схему, вам могу ее оставить. Как происходит герметизация научно-управленческого знания? Это, кстати, вот подробно достаточно изложено в достаточно общей теории управления и в аналитических записках, значит, альтернативно глобальному предиктору функционирует. В России уже порядка 20 лет внутренний, вот есть глобальный предиктор, а есть внутренний предиктор соборной, социально справедливой России, внутренний предиктор СССР. Так вот, там как раз разрабатывается информация по мере понимания, существенно превосходящая ту, которая есть на сегодня у хозяев Америки. И смысл в том, что истина состоит в том, что всегда было две системы знаний, в том числе и в экономике. Экзотерика – это для, как бы, так сказать, для толпы и для тех, кто, ну, как вы правильно говорите, кто является, по сути, колониальной державой, кто колонизирован. И есть эзотерика – это некая внутренняя система знаний, которая не распространяется широко. Это для хозяев, а это для клерков. Вот все, что, значит, вот так устроено управление глобальное земным шаром. Но для того, чтобы люди не вышли на эту истину, что всегда есть две компоненты, и в образовании, и в науке, существует альтернатива, что есть якобы просто единая система познания, и все тут. Единая система для всех. Хотя, если вы послушаете Грефа, по-моему, у вас это его выступление в приложении там есть, когда он говорит, да вы что, разве можно народу давать знания? Как же мы тогда ими будем управлять и манипулировать? Он как раз об этом. Ну и говорит далее, что древняя наука Кабалам более трех тысяч лет вообще тайной была. Так вот, мы считаем, что вот эта тайная система управления, она себя уже дальше дискориентировала, и она не способна как раз за сменой логики, то, что я говорил, из-за выравнивания числа. И нам предлагается сегодня вот в России как бы альтернатива вроде бы. То есть то, что есть два разделения совершенно жесткие, два модуля, это забывается. Для одних говорится, что есть только экзотерика. То есть вот то, что у нас в науке, в учебниках, вот это читайте, больше ничего нет. Но для того, чтобы люди не вышли на истинные эзотерические знания, которые раскрывает внутренний предиктор России, предлагается другая схема, что якобы есть экзотерика, вот та, но вместо истинной эзотерики подбрасывается конспирология. Это то, чем сейчас занимается, вот скажем, известный вам РЕН-ТВ. То есть там вот, там то, там это, там, значит. То есть там такое обилие разного рода конспирологических теорий. Это для чего? Это для того, чтобы запутать людей, чтобы они поняли, да, вот это и есть некая, так сказать, в действительности, это дымовая завеса для истинной эзотерики, которая реально существует, реально используется. И вот если вы действительно хотите, ну так вот, повлиять на происходящее в России, а это желание от вас не отнять, я вижу, как вы в душе, значит, стремитесь к этому, то вам очень четко нужно разобраться, вот, как же все-таки эта эзотерика сегодня, кем и как проработана. Это очень глубокая теория, просто так, вот, не разберешься. Это нужно, вот, просто реально взять материалы, значит, концепции общественной безопасности, взять достаточно общую теорию управления и понять, что главное управление, это управление целями и смыслами. То есть, вот, если мы не научимся менять цели и смыслы, то тогда мы ничем не управляем, потому что, вот, иначе, как я говорю, что мы вот здесь суетимся, внизу, матрица, если матрица нужно менять. Вот то, о чем вы говорите, это вот вы сейчас, вот, представьте себе виртуально, подойдите к бойцу, который в 41-м году отбивает немецкие танки, и начните ему объяснять, что те танки, которые стоят напротив тебя, они вообще не сами по себе стоят, а вот такая сложная система принятия решений в гитлеровской Германии, в Берлине, что есть партия, есть Соединенные Штаты Америки, которые могут влиять, есть, значит, группа промышленников, которые могут влиять на Гитлера, и вообще все это жутко сложная там система управления в Берлине. Она, может, конечно, сложная, никто не спорит. Но с точки зрения иерархии действий, мы говорим о приоритетах. Вот вы сейчас раскрывали многие механизмы. Для нас-то все это, с точки зрения приоритетов, восприятие проще. Мы говорим, нам нужно традиционное русское государственное строительство. То есть вы говорите, надо что-то строить, а мы говорим, надо изучать. Разница строить, изучать разная. И технология освобождения от внешнего управления тоже традиционно российская, которая отработана многократно нашими дедами и прадедами. Мы доверяем нашим дедам и прадедам, которые проделали работу по изучению мира и государственного строительства. И доверяя им, доверие им позволяет нам не уходить в десятилетние циклы теоретических изысканий для актива нода, а брать готовые решения, отработанные 50, 100, 500, тысяч лет назад. Нашими дедами, которыми мы доверяем как себя. Вот логика. Точно так, как боец, который в 1941 году отбивал танк, он не влезал в систему глубокого управления гитлеровской Германии, которая, конечно, сложна, а просто знал, что это вражеский танк, он подлежит уничтожению. Почему? Потому что мой дед уничтожал вражеские войска, а до него его прадед уничтожал, и все другие уничтожали. И это есть конкуренция нации и мое отечество. Понимаете, с точки зрения действия мы по-другому отвечаем на те вопросы, которые вы ставите. Я просто не понимаю, как мне до вас донести... Сложность мира. ...что мы говорим совершенно о разных вещах. Дело в том, что когда боец перед танком, то все, мы уже проиграли. Я говорю о том, что нам нужно как раз ни в коем случае не соглашаться с тем, что у нас происходило в предыдущие периоды нашей истории. Вот этого нам надо избежать. И у нас сейчас настолько высокий интеллект наших государств... По сравнению с нашими дедами, да? То есть они глупые, а мы поумнее. Да, потому что, смотрите, в чем вопрос. Потому что у нас появилась концепция общественной безопасности. А у них не было. А у них не было. И поэтому они выигрывали вольны. А у нас концепция, поэтому мы проигрывали. И поэтому они постоянно воевали. Поэтому они постоянно воевали. Вот в чем вопрос. В чем заслуга основная Владимира Путина? Впервые, наверное, за всю историю последнюю, при Владимире Путине у нас долгое время не было врага. И сейчас он пытается позиционировать себя так, чтобы у нас не было врагов. Хотя задача глобального предиктора не допустить этого. Всегда мы жили так, что у нас был враг. И всегда мы из одной войны выходили в другую. И это вовсе не тот результат. Когда вы уже столкнулись на уровне танков, понятно, теории закончились. Я же говорю о том, что сейчас мы должны предложить миру нечто, ну как вот то, чем мы занимаемся, ну хотя бы лет на 500. Понимаете? Хотя бы лет на 500. То есть меня не интересуют тенденции там на год, на два, на пять, на десять. Мы то, что сейчас прорабатываем, хотя бы лет на 500. И сегодня вот все предпосылки для того, чтобы изменить мир впервые, потому что мы кочевали из одной войны в другую. Вы найдите хотя бы вот такой отрезок времени, чтобы Россия не воевала. И вы хотите нас вернуть к тем же достижениям и к тем же заслугам, когда мы, так сказать, из одной войны тут же начинаем говорить. Значит, что-то не так было в глобальном понимании. Надо было... Секундочку. Россия воевала в силу огромной, самой большой в мире территории. И Англия, когда она была колониальной империей, воевала без исключения каждый день. Это когда вы маленькая страна, вы можете избегать этих вещей. Но самое главное не это. Главное не это. Россия не всегда воевала. Были времена, когда ни одна пушка, как говорили, в Европе не выстрелили без разрешения России. Война не нужна. Мало того, когда наши сейчас активисты НОДА на улицах Питера выстреляют палатки по борьбе с пятой колонной, они прекрасно понимают, что когда сюда придет уже пятая колонна, это уже будет война. Это и есть антивоеврение. Сам подход НОДА, кстати, НОД политической организации. Почему? Потому что есть национально-исследовательная борьба и в виде отечественной войны. Это крайний случай. Мы не сходим из того, что для того, чтобы не было отечественной войны, необходимо мирным путем, через референдум, решить проблему суверенитета. Тогда не будет военного решения этого проблемы. А если мы не решим проблему через суверенитет мирным путем, то есть через референдум, люди сходили и галочку поставили, тогда эта же проблема будет решаться ценой миллионов жертв. Вот в этом логика. То есть мы знаем, как устроены исторические законы, и мы хотим эти законы опередить за счет разума, который нам дал опыт изучения наших дедов и правилов, которые тоже это делают. То есть технология. Когда будет война, я с вами согласен, будет уже поздно, но война будет обязательно, потому что обязательно нас будут добивать. А это вытекает из закона о конкуренции наций. И еще момент. А я с вами не спорю по поводу русского кода. Вы его перечислили как язык, культура, творческое наследие, но не только Пушкина. Справедливость. Это все вытекает из русской системы строительства. Национальное строительство. Неправильно вообще называют Россию империей, потому что империю взяли из англосаксонского термина. Понимая под этим это. И под империей англосаксы понимают народы. Народы в первой категории и ненароды. Отсюда рабство и вся технология туземства, недоразвитые народы, как сейчас в Украине приписывают и нам, и так далее. Отсюда вытекает. То есть уже идет сегредация в основе кода. Вот английский код подразумевает сегредацию народов. Русский код подразумевает равенство. Отсюда и справедливость полностью согласен. Никогда не была империей. Это цивилизация. Согласен. Слово империя не прочитает. Может быть западный, может быть восточный, может быть русский. Может быть русский немец, может быть русский китарин. Русский, русский. Грузинского происхождения. По духу. Абсолютно точно. Да. Поэтому мы, если сравниваем нашу конкурентную границу с востоком и западом, мы видим на западе. В чем это знали наши прадеды блестяще. Даже Александр Невский об этом говорил. И Даниил Галицкий. Блестяще. Это разбойничья цивилизация. В чем логика? А российская цивилизация защитная. В чем логика? Вот чем отличается хищник от нехищника? Потому что хищник живет за счет других. Это его способ жизни. Это не потому, что он злой. А потому, что у него такая технология. Отсюда нация по крови. Отсюда сверхнации, недоразвитые и все остальное. Отсюда вытекает. Русская цивилизация, защитная цивилизация. То есть те, кто не хочет, чтобы их зарезали, ограбили, сделали колониями, они куда-то должны были прятаться. И вот куда они прятались? Они прятались в русскую цивилизацию, беря русскую культуру и становясь русскими со временем. Это историческая, конкурентная система по отношению к русской цивилизации. Русь всегда пыталась паять любовью. Так вот сейчас, мне кажется, ваша линия, она не совсем точна в каком смысле. Что мы не можем пользоваться методами и приемами, которые использует западная цивилизация. Опять же, если вспомнить канун... А вот вы говорите о наших... Давайте посмотрим, когда там у нас польская шляхта, потом Наполеон, потом Крымские войны, потом Первая мировая, потом Вторая мировая. Это постоянные войны. Вот в чем вопрос. Это же с кем-то были войны. Значит, те тоже воевали. И речь, что вот нужно из этой полосы-то выйти. Нет, подожди, подожди, подожди. Убежище. Вы организация. Я извиняюсь, такой пример. Есть рикетеры. Рикетеры, если не будет вас рикетировать, он погибнет. Это его способ жизни. Он каждое утро приходит и думает, как у вас отхапать свой кусок. Он так думает, что свой кусок. И дальше он выстроил систему мирового значения в систему иерархии. Он вас назвал недоразвитыми, чтобы у него рука не дрожала, когда он будет убивать. Потому что он агрессор, он рикетер. И русская цивилизация, как цивилизация защитная, всегда вынуждена вести оборонительные войны. Ведь Россия поэтому ведет оборонительные войны. Вот все войны, о которых вы говорите, они все оборонительные. Хотя, еще раз говорю, войны, конечно, надо избегать. Но чтобы войны избегать, у рикетера мысли у него, вот какой метод, мысли у него не должно возникнуть, напасть на эту организацию или фирму, или кого-то. А вот как раз речь идет о том, что для этого нужна иная нравственность и иная концепция. Но чтобы эта концепция воцарилась на земле, это не достигнешь с помощью национально-свадебных движений, с помощью каких-то столкновений. Потому что земной шар сейчас единоцелостен. Если вы думаете, что нам удастся обустроить на подводной лодке некий кубрик отдельный, хорошо устроенный, а то, что она идет на дно, это Бог с ним. То есть мир единоцелостен. Сейчас Русь может или изменить земной шар, или не изменить ничего. Вот в чем дело. То есть задача-то стоит не в том, чтобы мы себя отстояли перед кем-то, а чтобы мы прежде всего и агрессора в том числе изменили. То есть нам нужна концепция, которая вписывала бы все, включая и наших сегодняшних оппонентов, и друзей, как иногда выражается наш президент, наши там заокеанские друзья или европейские друзья. Вот мы не можем иначе, потому что мы иначе не оправдаемся перед Богом, как вот Тюльчев на канале Крутской войны опять же писал, как будто про сегодняшний день. Вот эта ложь, которая на Украине навязывалась, понимаете, тогда по Крыму так было, он пишет, ложь воплотилась в булат, каким-то божьим попущением о России. Не целый мир, но целый ад тебе грозит неспровержением. И в этом испытании строгом, в последней роковой борьбе не измени же ты себе и оправдайся перед Богом. О чем это? Это о том, что мы не с помощью сейчас каких-то протестных национально-советных движений должны действовать, а мы должны действовать умом. Национально-советные движения, по сути своей, внутренне, контрреволюция. То есть задача национально-советных движений отменить акт о капитуляции 91-го года. То есть восстановить цивилизитет, получить право на управление от страны. Это делается интеллектом, но не... Нет, это делается всем. Извините, наши деды это делали с оружием в руках. То есть ненадолго получалось, вот еще вопрос. Ну слушайте... Делали на 10 лет, а потом опять война. А надо же сделать... Я еще раз говорю, есть возможность на сотни лет сделать? Есть, я вас уверяю. Если будем сильные, есть. А если будем слабые, нет. То есть наша задача, вот этот вектор, который вы нарисовали, заменить на вот этот вектор. Да, да, да. То есть новая кропотливая работа. Я понимаю. Это вот как... Ну конструкция, конструкция этой работы... Нет, вышивание для... Это неправильно. Вышивание нужно для подготовки этой работы. А сама работа занимает 1-2 дня. То есть день победы, он один. Это не год победы. День победы. То есть вот эта конструкция. Но вот эту, в результате тяжелой подготовительной работы, которую нам помогают враги, как они до этого помогают, он, допустим, то, что сейчас они перегоняют российских, иностранных олигархов в российскую юрисдикцию частично. Это помощь дополнительная. Так вот, это изменение, вот эта система, это и есть работа НОДА. НОДА не оценивает вот это. Он говорит, вот это выстроено нашими дедами. И мы берем их опыт, потому что он эффективно показал свою систему работы. И смотрите, вот к вопросу. Да, российская государственность всегда строилась по принципу защиты. Все войны защитные. Мало того, если мы шли на Берлин или Париж, или куда-то, на Рим и так далее, это было защитным охотом. То есть вот волки напали, их отбили, пошли уничтожили логово, чтобы больше не нападали. Не для того, чтобы изменить волков, а чтобы они не нападали. Это форма защиты. После этого волки 50 лет не нападают. Вот это такая же технология. То есть в основе государственного строительства, я согласен, то есть смотрите, первый вариант, нам надо защититься. То есть нашу территорию, наших людей мы должны защитить от агрессоров. Для этого мы должны восстановить суверенитет, зачистить пятую колонну и выкинуть их с управленческих решений в России. А дальше, конечно, Россия предлагает мировой путь развития. Какой? Не разбойничий, не бандитский. То есть через русскую культуру в том числе. Почему депортия приехала? Потому что он Пушкина назвал, Достаневского и других. Это русская технология мирового влияния. Она на другом уровне находится. Но ясное дело, что если ваша территория оккупирована, вы не можете ни на кого влиять. Какие вообще русские достижения культуры за последние 20 лет? Их вырезают культуру, уничтожают, образование уничтожают. Все, кто может даже в науке что-то творить, их вывозят за рубеж. Миллион ученок вывезли. На оккупированной территории вы не сможете дать метод, который может использовать весь мир для защиты от агрессора. Не можете. Вы должны освободить себя, и тогда вы дадите миру технологию освобождения. Поэтому я, кстати, в чем согласен с вами, фактически? Я думаю, что в этой ситуации Россия и Соединенные Штаты, а, соответственно, пятая колонна, система, это их борьба, сегодня главная борьба в мире. Если американцы победят, они напали на нас в феврале, через Украину. Если они победят, они уничтожат Россию окончательно. Как конкурента исторического, как русский мир. Если они проиграют, разрушится их очередная колониальная империя. Ну, понимаете, все-таки ваше намерение как-то уличить Соединенные Штаты как основного здесь субъекта, кто нам жить мешает, это сродни того процесса, когда вот собачка там наслаждается кусочком косточки, и вдруг палкой кто-то ей по зубам эту косточку не отбирает. И она начинает эту косточку кусать, палочку эту кусать, понимаете? Вот как мне довести до вас, что Соединенные Штаты это всего лишь та палка, которой пытаются нас стукнуть, и не более того. Но палка, на нее обижаться бессмысленно. Нужно работать только с теми, кто манипулирует этой палкой. Кто манипулирует. Но Соединенные Штаты как таковая, как государственность, как управление... Ну что, Обама, что ли, принимает решение? Ну вы посмотрите. Мы всегда говорим, Обама такой же артист, как и наши депутаты. Это технология. Естественно, не Обама, начальник. Так вот надо выйти на Соединенные Штаты. Надо выйти на те, кто реально является субъектом. Вот когда вы говорите про слово субъект, вот в этом и вопрос. Мы говорим, что этот субъект Соединенные Штаты. Но мы не понимаем под США, Обама. Мы говорим, что эти субъекты есть принадлежность к конкурентной борьбе, к американской нации. Они могут быть разных национальностей. Но они есть субъекты американской нации. Американское государство есть инструмент в их руках. То есть вот рука держит палку. Рука в перчатке, перчатка держит палку. Палка там имеет какой-то набалдажник. Вот эта система. Но в этой системе что-то воздействует на него. Что такое американцы? Вот вы пройдите по Нью-Йорку, спросите у десяти случайных встречных прохожих, что такое Москва. И они вам семь человек из десяти не ответят. Это животное или город. Ну вот так о ком вы говорите, когда вы говорите Америка? Это и не государство, это не народ американский, и это не руководство. То есть Америка это страна, в которой реально кто-то паразитирует. Но уж по крайней мере в Америке не относящиеся никак. Мы сами только договорились, что Обама исполнитель, он театральный фигур. Но это не значит, что в Америке нет политбюро. Вот то, что вы называете преддиктором в Америке. Если бы политбюро было в Америке, никто бы им башни не сносил. Вы помните, что в Швейцарии какие-то сносились башни? Или чтобы на Швейцарию Гитлер напал? Во-первых, в Швейцарию мы от кого-то освобождали во времена Суворова. Значит, там были проблемы, согласитесь? Проблемы это. Но если у нас та же армия пошла, русская, освобождая Швейцарию, значит проблемы были. Забывать о них нельзя. Во-вторых, само по себе то, что снесли башни, но ровным счетом только доказывает циничность американской цивилизации. Не больше того. Мало того, могли быть и ошибки. Ошибки в мире бывают. Я даже не говорю, что американцы снесли башни. Хотя я допускаю, что это так. Но они могли быть ошибки. Между прочим, официальная версия, что это сделал Бен Ладен. Бен Ладен вообще-то их агент. Это их войска. Это само собой. Ну так извините меня. То есть они сами признают, что они же создали конструкцию, которая снесла эти башни. И в их интересах результат этих снишений. Кто выиграл от этого? Результат снишеных башен, появление американцев в Афганистане, где они выращивают панетики, от которых умирает 100 тысяч человек в России. Ну вот, собственно, здесь я не знаю, какие еще аргументы вам привести, что нужно четко различать уровень государственного управления и уровень управления надгосударственного. И привязывать Соединенные Штаты каким-то боком к тому, что происходит сегодня с нами, на Украине. Это вот, еще раз говорю, как инструментарий, который используется, да, но только не надо здесь искать следей государства или американцев. Ну да, пожалуйста. Хочу вопрос задавать, если можно. А вот когда вы говорили о нравственности, естественно, поддерживаю, что у нас сейчас нравственный упадок, с помощью которого наше общество сейчас уязвимо. Поэтому вы называете глобальный предиктор, мы называем англо-сакси. Очень легко им создать в нашем государстве пятую колонну, которая и, в принципе, разъедает наше государство изнутри. В этом мы тоже с вами согласны. Естественно, пока не каждый человек не повысит свою нравственную составляющую, он предателем местами, да, то есть слабым по духу. А вот на встрече, ну это вот реплика, а вопрос такой вот. На встрече 14 августа вы говорили, что нужно, призывали всех голосовать за Полтавченко, потому что он является членом команды Путина, но я дословно не помню, но смысл такой был, и что он ведет национально ориентированную политику. Мы тоже самое поддерживаем, да, то есть агитируем за тех людей, которые поддерживают национально ориентированную политику за членов команды Путина. И ведь это политический метод, идет информационная политическая борьба. И мы действуем методами политическими, выходим на улицы, общаемся с людьми, в интернете распространяем информацию и так далее, и тому подобное. Раз вы признаете, что есть составляющие компоненты информационной политической борьбы, какие методы, кроме наших, которые мы уже используем, которые я уже изучил, можете тогда еще раз изучить, кроме этого? Я хочу сказать, что успеха мы добьемся только тогда, когда будем ориентироваться не просто, там, кто-то, значит, на разгром доллара, кто-то там на разгром Соединенных Штатов, кто-то там на политические акции, а когда мы поймем единство и целостность глобальной системы управления. Вот, как я сказал, шесть управленческих приоритетов. Это мировоззренческий приоритет, то есть цели развития общества, нравственности, что такое хорошо, что такое плохо. Дальше, история, хронология, и мы должны понять, что это инструмент управления, это никакая не наука. История, она управляет, как бы, так сказать, будущим. Какое вы прошлое нарисовали, такое будущее у вас будет. Политический институт. Дальше идеология, то, что вы говорите, партии, там, так сказать, средства массовой информации. Средства массовой информации, это все надгосударственный уровень управления. Путин не управляет. Я знаю, а в Советском Союзе был внутри государства. Ну да, они были где-то там, так сказать, контрольные. Естественно, ими не управляют, потому что ими управляют американцы. Мировые деньги, генное оружие. Вот достаточно, скажем, вырвать это звено, алкоголь, табак, наркотики. Вот я на примере нашего вуза вам скажу, что у меня костяк ребят, это люди, которые так же, как и многие сейчас уже вокруг меня, в течение жизни гарантированно не сделают ни глотка алкоголя, ни глотка табака. И если только вот эту задачу мы решим, то вот эта система рассыпется. Невозможно дальше манипулировать вот как бы нашей системой, если, допустим, мы просто перестали пить. Вот какие санкции самые крутые? Я ребятам как раз говорил. Ребята, да самые крутые санкции вы, патру, перестаньте алкоголь употреблять и табак. И рассыпятся все эти наркобороны. Потому что они же, ну и сами их поймут. Вот, так вот, отличие моего подхода в том, что я говорю о том, что мы можем получить результат только тогда, когда мы включаем все шесть приоритетов и в равной мере работаем на каждом. То есть, если у нас миропонимания не будет нужного, то мы можем сколько угодно собирать на улицах народ, там, водить куда-то их, там, так сказать, говорить про необходимость освобождения. Но мы должны понять всю систему, которая на земном шаре уже три тысячи лет безукоризненно работает. Вот нам казалось, что там был там 17-й год, был в 92-й год. Да это все колебания в рамках жесткой одной концепции. И никогда бы не было 17-го года, если бы не было 92-го. 92-й был запланирован в 17-м, иначе 17-го бы не было. Если бы не было уже расчета. Понятно. Англичане были в России федеральные устройства. Возник 91-й. Все правильно. А не было бы Ленина агента англичан, не было бы федерального устройства. В общем, я просто к тому, что и тогда реализовывались глобальные сценарии. И находились люди, которые вот в революционных порывах пытались отстаивать, а фактически их вплетали... Это конкурентная борьба наций. Если в вагоне Ленина конкретное государство, Германия, деньги давало конкретное государство, Англия, Наркотики, вы говорите, наркотики... Извините меня, в России ежегодно погибает от наркотиков афганских 100 тысяч человек. Я когда служил в Афганистане, там не было наркотиков вообще тяжелых. Потому что за это была смертная игра. Вообще их не было. Они не умели их выращивать. Для чего американцы, соответственно, появились в Афганистане? Для того, чтобы выращивать наркотики. Для чего? Чтобы ударить по России. Не по Китаю. Теперь момент такой. Смотрите, я просто взял и нарисовал. Вот звено управления. Вот в чем наши различия? Вы говорите, что вот это отдельное звено, это значит написано государство США со своим госдепартаментом. А это отдельное звено, я даже фамилию назвал, Морган, Рокфеллер и так далее. Ну, плюс еще кто-то. Эти люди не высвечиваются. Ну, кто-то, Морган, Рокфеллер к ним точно относится. Так вот, мы говорим вам, вот это одно и то же. А вы говорите, нет, это разные вещи. Какая разница? Разные они или не разные? Нас интересуют вот эти последствия звена управления. Нас интересует, вот здесь вот находится госдепартамент, здесь еще кто-то, здесь союзники США. Потому что воздействие на нас оказывают танки, если мы говорим аналогию Великой Отечественной войны, а не сложные кулуарные переговоры внутри рейс-канцелярии. Хотя, конечно, есть люди, которые должны это знать и расшифровывать. Но для бойца важно танк уничтожить. Национальное осудительное движение ставит задачу восстановления суверенитета страны. Вот эти все приоритеты невозможны в условиях внешнего управления. Почему? Потому что их все для нас определяют американцы через свои институты. И вы не имеете права их поменять, пока вы не отключите кран их управления. Это как в трубе. Идет труба, если вы не перекроете главную подачу воды, ваши крантики в конце ничего не решат. Вам надо перекрыть главный кран. А это внешнее управление страной. Я с вами не соглашусь. И один пример приведу. Как можно изменить систему? Не на уровне движения национальных суверенитетов. Нужно менять общественное сознание, если угодно, и нравственность. Вот вам пример. Вот мы работаем, допустим, в нашем университете уже лет 10 активно по алкоголю и табаку. У нас уже 10 лет, если я увидел кого-то курящим на фоне университета, человек исключается в тот же день из университета. Это железное требование. Потому что работают картинки, а не слова. Вот из университета дымящуюся сигарету. Значит, это уже... Так вот, смотрите результат. Вот как раз недавно Полтавченко выступал на правительстве. У нас резко упал индекс промышленного производства в Питере. Но когда копнули поглубже, за счет чего он упал-то? За счет того, что сейчас... Вот кто нами управляет-то? Вот вы говорите... Комбарин. Да, а я вам говорю, что по-другому... Сейчас уже управляет внутренний предиктор Соборной социально-справедливой России. Потому что 31% взрослого населения уже сегодня в принципе не употребляют алкоголь. И индекс промышленного производства упал потому, что резко сократилось производство табака, алкоголя, пива. Просто его никто не пьет. Вот результат-то где. А заодно еще самолетов, стамповых, стесконечные продукции. Есть другие проблемы. Я просто привожу вам пример, когда оказывается мы что-то можем. Несмотря, вот как вы считаете, на оккупацию, на прочее. Кто нам может обязать, вот нас обязательно наливать вместо чая стакан водки? Да никто. Это нам нужно свое сознание изменить. А сегодня интернет. Пожалуйста, концепция общественной безопасности доступна. Сейчас всем, вот я вам могу показать, десятки и сотни писем. Помощник мой здесь он подтвердит. Все они начинаются одинаково. Виктор Алексеевич три года назад познакомился с вашей лекцией в ФСБ. С той поры ни одного глотка алкоголя, ни одного глотка алкоголя. Вот это результат. Я понимаю, хороший результат. Только когда его убьют в результате вторжения, как сейчас убивают людей в Донбассе, это будет неважно. А вот как раз убьют ли раз и будет ли вторжение два. Потому что если мы будем опираться только на логику наших отцов и дедов, то мы из одной войны будем переходить в другую. А вот сейчас у нас есть... А если сдадимся, то войн, конечно, не будет. Правда и нас не будет. У нас есть все необходимое для того, чтобы предотвратить вот такое развитие ситуации на земном шаре. Но надо сдаться. Нет, не сдаться. Но сдаться. Надо, чтобы Соединенные Штаты с их сценарием разоблачили себя сами и полностью. То есть ведь что произойдет на Украине? Путем убийства людей в Москве. Это их разоблачит. Путем того, что на Украине, если и дальше, дай бог, хватит выдержки у нашего президента, потому что если бы не вот мудрость президента, что бы началось? Да началось то, что мы уже проходили до этого. Как раз мы бы национально-своительное движение, украинцы наши братья, мы туда, НАТО и Третья мировая уже давно бы шла. Шла бы Третья мировая, НАТО бы погибло и все были бы довольны. Но, к счастью, у Путина хватает выдержки. И они пока еще, вот сейчас, похожи, что сценарий этот пройдет. Когда, дай бог там, так сказать, дотянуть их до заморозков, вот с их сценариями. Потому что мы понимаем очень глубоко их сценарий. И как только начнутся заморозки, так, вероятно, и, значит, как их там называют, и повстанцы, и армия, они дружно развернутся и пойдут на Киев. Вот нам надо, чтобы вот так эти вопросы решались. Не с помощью военных конфликтов. Потому что можно ситуацию... Альтернатив, как зайчик? Ну, там, нужно ли будет оружие, летом или нет, они и так пойдут. Вот, но смысл в том, что нам нужно предотвратить ситуации, когда могут гибнуть миллионы. Вот сегодня это, конечно, печально все, что там происходит на Украине. Но, смотря с чем сравнивать. Альтернатива этому, это гибель десятков и сотен миллионов людей. Ну, это уже не такой сценарий. Во всем мире человечество погибло. Потому что американцы стали вдруг дураками и решили ни с того ни с сего развивать в смертельную третью мировую войну, потому что Россия вступила в Киев. То есть они просто идиоты. Взяли, застрелились и сказали, ах, Россия в Киеве, мы тогда все погибли. Безусловно, это был повод для НАТО, для начала поединения. А сколько, конечно, мы не стали бы боевые действия. Италий Алексеевич, а Крым, Крым, вот Крым, тоже же люди выходили на улицы, для того, чтобы перейти, вступить обратно в состав России. Как же, если бы они не вышли на улицы, если бы они политическим путем не показали... Нет, я не очень пойму, а какое сравнение с нами. Крым, это Крым, а Россия, это если мы выйдем, то чего выходим. Так, это очень понятно. Третью мировую войну можно было разыграть только хотя бы из-за Крыма. Не успели, не отработали мы, не за боем, не за чего. Для того, чтобы предоставить то, что сейчас происходит на югородской Украине, люди должны сейчас объединиться. Пусть даже на основе трезничества, ну то есть на каких-нибудь нравственных основах, но единство должно присутствовать во всем. И в Крыму они это продемонстрировали очень хорошо, и благодаря этому они спаслись от таких чудовищных происшествий, которые сейчас происходят на юго-востоке. И именно этим мы хотим оградить людей. В том числе, если бы сейчас пробила информацию нравственную, можно было бы пускать в СМИ... Что бы они сейчас делали? Ну как-то вот, не вот этот момент я сейчас... А я говорю, что пить и курить, это один из приоритетов. Я говорю, что вот это все надо вместе понимать. Я не спорю с этим, но это время, во-первых, а во-вторых, это немножко сложнее. То есть, когда стоит выбор между жизнью и смертью, изучать концепцию... Это легче, взять ружье и выстрелить. Кажется, очень быстро и хорошо. А дальше что? В 45-м году даже мы одержали победу. Но что дальше-то? Дальше мы к немцам... А на 45-м году мы одерживали еще другие победы. Еще раз говорим. Это и есть жизнь. Это же победа на последнем, шестом приоритете. Она ничего не решает. И опять вляпывается. Жизнь это беспрерывная борьба. Нет. Конкуренция нации. Из этой борьбы нужно выйти. И это можно выйти. В этом-то как раз и состоит суть сегодняшнего дня. Только американцы говорят, вы выйдете, мы вас уничтожим, вы выйдете, и все будет в порядке. Вы выходите, не мы. Ваша борьба здесь с курением, абсолютно правильная и хорошая, она с точки зрения системы не влияет никак. Хотя она правильная борьба. Объясняю. Если вы с этой борьбой усилите ее, вас просто снимут отсюда американцы, назначат другого, который будет по честь. Мало того, одно появление войск в Афганистане, только смерть от наркотиков в России привело, перевесило сотни вузов, в которых может быть варевоскуление. То есть механизмы системные, на порядок важнее и лучше работают, чем индивидуальные. Хотя индивидуальные нужны, я же с этим не спорю. И еще. Вы все время говорите о каком-то сценарии, который же человечество никогда не проходило. А я, как практик, говорю, раз не проходило, то не обязательно получится. А вот проиграть мы по сценарию, который мы проходили, 100% проиграем. Потому что американцы скажут, вы патрифистами будьте, а мы вас убьем. Не ядерным оружием, оно у нас есть, не третий мировой. Оранжевые интервенции, вторжением как в Киеве. Это технология. Они эту технологию используют против патрифистов, которые говорят, мы не будем выходить на улицы, мы не будем защищать свое отечество, а следовательно мы готовы сдаться. Сдавайте. Мне кажется, когда мы говорим о американцах, вопрос о американцах, недопустимо упрощаем модель происходящая. Говорим немцы про великое отечество. Там существуют, во-первых, различные кланы, которые конкурируют друг с другом, устроятся под ним. И Украина это как раз тот результат, это не наша война. Это два клана между собой пытаются... Приехали Нурн, приехали иностранцы, организовали интервенцию и захватили страну. Третий раз за 100 лет. Абсолютно. То есть один план, который сейчас находится у власти, а другой пытаются... Для секундочку. У власти на Украине никого нет. У Украины у власти... Это еще с 91-го факта. Понятно. ...назначены американцами люди. И они их поменяют завтра же, если те попытаются даже чуть-чуть идти против... Американцы, американцы на розни. Плюс мы еще упускаем... Американцы это государственный аппарат. Это нет власти. Абсолютно нет. Мы упускаем понятие орденских структур, транснациональных... Это не важно. Для нас это не важно. Важно. Нет, может для вас важно? Вы изучайте. Для солдата, который на фронте воюет с гитлеровским танком, это не важно, как в Берлине устроена власть. Это внутреннее дело этой власти. Для этого солдата важно, чтобы этот танк не убил его и не захватил его родину. Мы боремся с торжением в Россию и с внешним управлением в России. То, что Америка сложная, еще раз мы говорим, построена. Вот эта схема. Вы говорите, что там три звена, четыре звена. Да под барабанку, вот сто звенок. Для нас это одно звено под названием американская государственная машина, которая управляет Россией. Все. А естественно, эта машина там имеет, как и любая машина, кучу там пунктов управления. И что? Для нас это не важно. Для наших целей. А для цели изучения это важно. Но это просто не к нам. Хотите изучать, изучайте. Нет, ваша модель понесла. Ну, меры понимания просто у нас должны быть достаточно для того, чтобы выйти из системы в целом. Потому что вы видели прекрасно, как и что удается нашему пределу. Тот же вопрос. Вы, надеюсь, понимаете, что он сейчас обсуждает наиболее принципиальные вопросы вовсе не с Абамой, и вовсе не с Америкой, и вовсе не с Меркель даже. И с Анжаром. Потому что он, это, к сожалению, есть люди, фамилии, которые, так сказать, не высвечены в прессе. Когда вы говорите Рокфеллеры, Морганы, это всего лишь четвертый приоритет. Они повезут свои финансы на своих ослах туда, куда им скажут. Они ничего не решают. Это не те люди, которые принимают решения. Мир устроен так, как он был устроен всегда. Как раз в том, что нам-то важно понять, что сегодня наш президент вышел на иные уровни управления, которые никак с Америкой не связаны. И поэтому по Сирии, вы помните, накануне встречи этой семерки, у всех было одно мнение. Вдруг на утро они встречаются, и почему-то все голосуют за вариант, прям противоречащий их представлениям, который предложил Путин. А мы знаем, почему это? Знаете, почему? Очень просто. Потому что американцы просчитали Украину. Они увидели уязвимое место, они стали долбать в одни ворота, которые они почувствовали, что мировое сообщество в сложном положении может, часть из него оказаться. И поэтому они ударились с другой стороны. Если вы видите, вот вы бандит, извините, конечно, не право, вы пришли, вы видите в репетируемой фирме 10 дверей. Вы одну дернулись крепко, а вторую дернулись крепко, вы можете ее ломать, конечно, но зачем костяшки пальцев бить? Вы нашли послабее дверь, ее вышибли. Это сделали американцы. Они почувствовали, что в Сирии не получается, не то, что не получается, а сложнее. Потому что вы можете напряжься и вышибить любую дверь. А они пошли по другому, как умные люди, пошли по другому сценарию. Потому что они знают уязвимость. Конечно, удар по Украине в 100 раз важнее для России, чем удар по Сирии. Это очевидно. Потому что Украина это мы. Украина, когда идет война в Донбассе, это уже идет война здесь, в Харькове, это здесь идет, в Белгороде, в Ростове-на-Дону. Это русская цивилизация. Просто люди не понимают, может, пропаганда это, но это уже здесь. Это означает, что если Россия не защищает Донбасс, она также не будет защищать Ростов-на-Дону, Белгород, потом Питер. Это так. Потому что это же система управления. Американцы объясняют через наши СМИ, через пятую колонну. А Белгород это не Россия. Там дойдут бумагу какую-нибудь тысячелетней давностью. Это все ерунда, это все мелочи, это местные какие-то дела. Они так скажут. Они сейчас же так про Донбасс говорят. То есть, ваше мнение, что мы должны были тут же ввести свои войска и начать защищать? Смотрите, наше мнение включить технологию, которая всегда в этой ситуации выигрывала. То есть, если мы говорим правду, то технология работает. Но это технология не головотяпства и не пископихание головой под меч. Технология называется отечественная война. Оценка. Нам не надо лезть на Украину войсками. Не потому что, вообще-то надо. Но не надо по той причине, что Россия под пропагандой 20-летней это не поймет. А вот бесполетную зону, поставки оружия, точечные удары, ядерный зонтик надо. Потому что это позволит населению Украины сбросить иностранцев, интервентов. Я с вами согласен по поводу того, что сценарий, когда в Киеве сметут интервентов, так это сценарий отечественной войны. А суть отечественной войны, когда люди, которые разными мировоззрения, помните, у нас там, даже прошедшие сталинские репрессии, шли в армию и защищали свою родину. Потому что люди с разными мировоззрениями объединяются для цели защиты отечества. На Украине этот процесс начинается. Я тоже уверен, что Киев будет освобожден. Теми же солдатами украинскими, я имею в виду, которые против Донбасса сейчас воюют, является карателем. Я согласен с этим. Что произойдет объединение части солдат, путчистов, которые мобилизованы вопреки своим интересам, и бойцов сопротивления и освобождения Киева. Но это наша технология. Она работала и до этого, она сработает и сейчас. Не без потерь, не без напряжения. Но мы должны говорить о неправду и знать ее. Потому что знание в этих вопросах, а знание еще раз говорю, как было раньше, так и сейчас. То есть, почему как раньше? Потому что проверено. Вот вы предлагаете сценарии, механизмы, которые не проверены, а значит рискованные. А я считаю, что неправильно русскому народу давать риски, от которых в результате, если окажется, что вы не правы, он умрет. А в Отечественной войне они всегда срабатывали. Вы противоречиваете Владимиру Владимировичу Путину. Почему? Потому что он деклареет везде, что мы будем действовать асимметрично. А вы предлагаете точно так же, то есть они сделали, мы сделали. То есть, навязываясь уникальными. Это называется защита? Нет, не так. Я не предлагаю бомбить Вашингтон. А американцы предлагают бомбить Донбасс. Разница, понимаете? То есть, речь идет о защите своей... В этом и суть Отечественной войны. Защита своей территории. Помните Кутузов, который вообще не хотел за границу идти, за Наполеоном? Защита своей территории. За территорией уже начинается не Отечественная война. За территорией началась уже Вторая мировая. Так как гарантировать так, что через 5 лет опять не будет? То есть нападки опять не снова... Слушайте, как вы можете гарантировать, что на деревню волки не будут нападать? Пока волки будут, они будут нападать. Вы гарантируете только хорошим забором, крепкими дверями, вооруженными силами и крепким государственным устройствам. Вот и вся гарантия. Нет, ну вот продолжать стратегию и программировать ее, что так и будет всегда, противостояние народов, это не наш метод. Мы как раз считаем, что именно в 21 веке наступает новый момент, когда можно перейти к новой технологии объединения человечества, той самой любовью. И это реально и только благодаря тому, что произошла смена логики социального поведения. Вот то, о чем мечтал Кушкин в своих стихах, помните, у него он родился вот за 200 лет до того момента, в котором посчастливилось нам жить. Он говорил с болью в душе о свободе, все эти пустынные, я вышел рано до звезды, рукой я чистой и невинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды, ярмо с гребушками до бич. Так вот, концепция общественной безопасности, которая лучшими у нами России была разработана в 90-е годы, практически уже завершена, она как раз для того, чтобы эти стихи были для нас, чтобы не было той толпы, которая была характерна в том числе и для России последние столетия. Потому что нами манипулировали, как хотели. Не было собственной концепции ни у царя, ни у генерального секретаря. Они были... Были концепции. Россия с Турцией шесть войн провела за эту концепцию. Это же разве концепция? Концепция Константинополь, конечно. Вспомните, значит, лозунг, который господствовал во времена партийные, да? Партия наша рулевой. Нет, партия... Вот и вся концепция. Это интервенция 1917 года. Да, да. Там уже отошли от русского года. И раньше там не было. Но если бы была концепция... Православие, законность. Ну, значит, законность. А законы мы с вами смотрели, откуда они вытекают. Бывает, законы вытекают от вас, если вы национальное управление имеете, а бывает от оккупанта. Законы вытекают от нравственности. Да, еще раз. От нравственности оккупанта или от вас. Это большая разница, кто управляет этими законами. Кто их заказчик. Иностранное государство на оккупированной территории или вы в своих интересах. Иностранное государство будет делать законы против вас в своих интересах. Пока законы, которые навязаны, они не очень работают, удивляются же. Угрокнули. Десять раз экономику страны, они не работают. Виктор Лизович, я запомнил вопрос. Мы говорим, что мы хотим защитить вас, а вы думаете о концепциях, отлично думаете. У вас будет право о них думать. Я не против вашего подхода в этой части, но я хочу сказать, что Русь это особая цивилизация и здесь помимо тактических вопросов, о которых вы говорите, должна быть проработана глобальная концепция хотя бы на столетие. Поэтому, наверное, здесь нет противоречий. У нас должна быть стратегия. Только мы говорим о чем? Что эта концепция должна быть национальна. И пока ее нет, мы опираемся на разработанные подходы в госстроительстве наших предков. Мы им доверяем. Я своему отцу и деду доверяю не меньше, чем себе. Вот в этом-то и наше отличие, что мы как раз считаем, что время наступило иное, и то, чем руководствовались наши деды и отцы, сегодня уже однозначно не работает. То есть они не понимали многие вещи, которые сегодня оказались доступны для общественного сознания. Раньше это просто все, о чем я пытаюсь вам сказать, о концепции общественной безопасности. Но порядка тысячи лет эти знания были абсолютно закрыты и хранились только в клановых системах посвящения. То есть просто в народе они не были известны, потому что вот как по Пушкину не наступил тот момент, когда они могли заметить. Мы не против, мы не обыдем, мы жить хотим. Мы жизни людей. Правильно, есть стратегия, есть глобальная стратегия, есть некоторые тактические вопросы. Я не против того, что когда появился враг во дворе, то понятно, что нужно делать. Но это тактика, это день сегодняшний. Я не против. Давайте мы будем заниматься выживанием, а вы будете заниматься творчеством. Ну вот так я, пожалуйста, соглашусь, что наши задачи ничуть не менее важны, чем задачи, текущие задачи сегодняшнего дня. Потому что если не будет стратегии, рассчитанной на столетие, то мы так и будем вывергаться. Победа НОДА – это есть право реализовать ваши предложения на национальном уровне. А отсутствие Победы НОДА – это не такого права. Потому что чтобы вы что-то здесь делали, надо ехать в Кашингтон. Как вы сказали, в обком, и получать согласие. А вряд ли Вашингтон даст согласие на эти решения. Ну, посмотрим. Давайте спросим, если бы не национально-освободительное движение в Новороссии, то сейчас это уже было бы. Да, в ростовской губернии. Это один момент. Второй момент. По затяжке времени президента, о принятии каком-то военном решении на Украине. Это же тоже вопрос двоякий, да? Может быть так, а может быть иначе. А не боитесь того, что мы получим 44 миллиона нищих людей через год и абсолютно уничтоженную всю инфраструктуру Украины. Всю. Которая придет вся к России. И мы будем восстанавливать одну из достаточно немаленьких европейских государств. Придется, и уже 100% будет. Нет, и то, что есть в России. И может быть нам надо было уже полгода назад наплевать на мнение Украины сегодня. У меня там половина родственников на Украине, да, с которыми я переругался абсолютно в хлам. Наплевать на их мнение везти войска в Киев. Войска нельзя. Это сборная. Да не было войны. В России не поймите. Не было. Не поняла бы и плевать. Такие горячие рубли, подогревание, конечно. Но денег мы бы потратили на восстановление гораздо меньше. Так вот я вам хочу сказать, что такие горячие головы советовали Путину. И вы знаете, даже решения принимались. Так вот если бы эти решения были приняты, и вот такие советы ваши были приняты, то нам бы пришлось восстанавливать не только Украину, но и всю Россию еще. К тому же, это я вам 100% гарантирую. Никаких иных вариантов не было. Почему? Третью мировую войну можно было разыграть после Крыма сразу. Потому что я понимаю общих решений. После Крыма можно было разыграть. Общий ход вещей я понимаю. И единственное, что вот сейчас надо отдать должное президенту, что он тоже понял общий ход вещей. В отличие от тех советов, которые с разных сторон идут. Надо было. И тогда вот сценарий-то как раз был. Вы поймите, что все, что делали и организовывали Соединенные Штаты, было рассчитано только на одно. на ввод российских войск на Украину. Но это может не понимать только слепец. Только на это было рассчитано. Потому что... Вы посмотрите, на какие они идут, изощрения и прочее. Лишь бы спровоцировать наведение. Это предполагалось сценарием глобальным. Почему? Ответ почему? Я вам отвечу, почему. После этого войска не вошли и чего? Не воевать с женщинами, с детьми. То есть мы их просто... Секундочку. Я отвечу, почему. Потому что ввод российский войск означает бунт в России. Американцы это просчитывали. Потому что они достаточно управляют мозгами в России, для того, чтобы ввод войск представить мамочки, убить и так далее, как восстание здесь в стране. Важно, чтобы мы понимали, что благими намерениями всегда мастятся дороги в ад. И вот те советчики, которые рекомендовали ввести наши войска, они пособники американцев. Дело в том, что это и есть сценарий Соединенных Штатов. Но если это не понимать, ну это элементарно. Элементарно. Наши сценарии Соединенные Штаты вводили войска только рассчитывая. Чтобы не было войны, надо же сгрениться. Чтобы не выдержать.